всем привет с вами ольга чернова моя городная азбука сегодня уже 31 ноября и вот сегодня просматривая комментарии зрители на своем канале youtube я обнаружила еще одну актуальную тему о которой сейчас можно спокойно не спеша поговорить все 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 обсудить все факторы это тема длительного хранения томатов сейчас все обсуждают вот я в прошлом году снимала год назад видео приглашаю на экскурсию в свой подвал и сейчас несмотря на то что видео снято год назад такое же актуальное обсуждение этой темы как и в прошлом году очень очень много комментариев я вам почитаю некоторые из них потом посмеемся вообще это анекдоты но я хочу сначала поговорить на серьезную тему именно о натуральном настоящем хранение томатов о которых но вот об этом способе да это даже не способ это очень все просто томаты такие же овощи в прошлом году я снимала в подвале все говорила томаты такие же овощи как морковь свекла картошка капуста если те овощи у нас хранятся в подвалах той помидоры то есть томаты тоже могут прекрасно хранится самое главное создать для них оптимальные условия и правильно вот выработать систему отбора я летом рассказывала сейчас еще раз расскажу что если можно как сказать мы отбираем для разных целей если вы хотите чтобы томаты у вас поспели быстро мы оставляем в комнатной температуре при комнатной температуре если мы хотим чтобы томаты вот это растянуть созревание мы спускаем их в холодный подвал и когда мне пишут люди что очень странно что у вас томаты в подвале зеленые чем-то вы их смазываете у меня через неделю нет не у меня не пишут должны были через неделю покраснеть это все не так неправда зеленые томаты за неделю не покраснеют и вот тут опять мы пришли к тому же самому к системе отбора когда вы осенью снимаете вы последние самые томаты очень важно их отсортировать потому что бурые томаты покраснеют да очень быстро может быть через неделю долго они хранится не будут фазе сняты томаты снятые в фазе молочной зрелости то есть они еще не бурые у них нет даже проблесков но они уже не зеленые они немножко приобрели светлую окраску вот эти томаты у нас поспеют через длительный период месяц а может даже больше а зеленые томаты которые вы сняли вот совсем совсем зеленые и может быть даже они еще не доразвиты недосформированы они будут лежать зелеными очень долго и процесс созревания у них сам по себе длительный даже в теплых условиях а поместив их туда в подвал в холодные условия мы растягиваем этот период еще на более длительный срок даже до трех месяцев так что если вы например в конце сентября положите в подвал в холодной зеленые томаты конец сентября октябрь ноябрь декабрь до конца декабря они у вас могут прекрасно долежать и будут как раз они к концу декабря спелые но тут очень важно соблюдать отбор по сортам видите как сначала мы отсортировываем по фазе созревания потом мы должны отсортировать по сортам есть сорта которые вот вообще не хранятся не хотят они лежать ни в подвале нигде это конечно вот эти крупноплодные наши мясистые огромные томаты которые сочные они обычно начинают подгнивать они текут а для хранения выбирают именно те сорта которые идеально подходят для консервирования потому что требования что для консервации что для хранения одни и те же томат должен иметь плотную такую крепкую если не толстую но хотя бы такую прочную кожицу при консервировании она помогает томат удержать форму он не расплывается а при хранении она предохраняет его вот от этого и от высыхания и от загнивания вот от порчи от всякой и вот томаты которые засолочных сортов с плотной шкуркой обычно они небольшого веса или перцевидные или сливовидные или такие кругленькие они очень долго хранятся если вы вот это все будете знать вы очень легко отсортируете томаты которые на еду вот сейчас употреблять которые для длительного хранения и еще один нюанс один фактор это должны быть оптимальные условия хранения томатов везде называется температура 5-10 градусов и какой-то там процент влажности я не знаю я одна влажность никогда не обращаю внимание потому что у меня нет ни прибора для измерения влажности никогда я не меряю влажность подвале в своем я знаю только что у нас подвал не сырой мы дом строили сами мы все это делали так чтобы но чтобы он был пригоден для хранения длительного большого количества от свежих овощей фруктов и яблоки туда укладывали были годы сейчас не укладываю потому что детей маленьких нет ну короче с яблоками мы пока я не занимаюсь не вожусь чеснок подрастет может тоже буду укладывать и вот эта температура вот у меня 7 градусов 7-8 градусов всю зиму стабильно и это идеальные условия 7 градусов 7-8 и не очень влажно когда очень влажно наверное все таки же процессы гниения пойдут там какие-то но самое главное условие как бы мне отсортировали какие бы сорта вы не выбирали какую бы идеальную температуру вы не сделали если вы не выполните главного условия у вас все это хранение пойдет на смарку главное условие томаты должны быть здоровыми они должны быть без трещин без повреждений желательно сняты с кустов которые не болеют фитофторой потому что если там есть какая-то зачаток даже заболевания она фитофтора при хранении обязательно пойдут черные пятна и больше ничего ничего сложного в этом нет они очень прекрасно хранятся я сейчас вам почитаю комментарии и вот то что вы должны знать я еще хотелось про упаковочную раньше я заворачивала в бумажке многие в опилке укладывают многие в стружке укладывают но потом со временем с годами я поняла что от упаковочного материала ничего не зависит и он даже иногда мешает почему мешает когда я закутывала в бумажке не сразу видно вот например подойдешь они все закрыты и не видно целый томат или не целый томат или он начинает портиться и когда начинаешь разворачивать некоторые томаты уже давно пропали а вы не видите и вот сейчас я укладываю в один ряд вверх жопкой потому что все вот эти вот микротравмы обычно вот здесь когда мы снимаем там от обычно в жопке все эти трещинки все то откуда начинается гниение порча в один ряд уложены без всяких упаковочных материалов просто в те же самые лотки в которых я выращиваю рассаду я их намываю высушиваю томаты должны быть сухими они должны быть примерно такой же температуры куда вы укладываете потому что если вы где-то в холоде подержите подержите или в жаре из-за перепада температур может появиться конденсат знаете вы что из холодильника достаем они как бы вспотевают лучше всего чтобы была одинаковая температура хранится все прекрасно хранится и перец хранится и томат но что меня больше всего удивляет что когда огромное количество комментариев и когда я читаю комментарии сейчас не знаю что ли смеяться то ли плакать большинство комментариев не направленные как бы не задаются с такой с просветительскими целями мало кто спрашивает как точно хранить как вот отбирать все больше всего спрашивают как это можно съесть вот сегодня прям два часа назад пришел комментарий алина зверева куда столько потом пишут сейчас еще расскажу светлана копченко тоже зачем так много это потом хорошие прочитайте сейчас пишет ольга сухова день назад написала а в банке почему не закрываете банок у вас мало мне интересно откуда человек знает сколько у меня банок банки хранятся совсем в другой комнате подвала банок очень много делаю из из года на год остаются остатки но вот люди некоторые заходят специально наверное зайти и обсудить о боге зачем столько помидоров терпеть не могу помидору принудительного созревания но не такая она как с куста и мошка ну допустим те которые я храню на вот туда больше всего они у меня идут в переработке они идут в переработке вот вот день назад комментарий над которым если держать как можно столько сожрать я я знаете я вот читаю комментарии и думаю но неужели так люди измельчали неужели их ничего не интересует никому не интересно как можно добиться таких же результатов как вот такое же изобилие чтобы не ходить в магазин вообще всю зиму можно их хранить я сейчас вот в это время еще делаю заготовки суповые заправки варю лечо кетчуп варю все это потому что летом осенью вы понимаете у меня заготовка семян у меня много в огороде я не успеваю и сейчас я спокойно достаю по одному 2 2 ящичка и делаю я вот практикую это уже последние годы и когда поступают вопросы как можно столько сожрать вы наверное никогда не варили кетчуп или не варили томатную пасту с ведра помидор когда получается всего одна баночка качественного продукта это не так много но над комментариями конечно тут некоторыми смеешься над некоторыми плачешь и вот только изредка проскальзывают например хелена гроз написала да это очень интересно при какой температуре можно их сохранить длительно человек заинтересовался что как можно сохранить только почему они не портятся и некоторые пишут это что-то подозрительное они чем-то смазаны сразу говорю ничем не смазана ничего я не делаю ничем не опрыскиваю ничем не обрабатываю просто здоровые томаты не больные кусты отсортировываю укладываю туда не бурые не спелые а только или в молочной зрелости или совсем зеленые чтобы продлить их созревание потом там температура там холодно 7 градусов и там сухо все это все что нужно знать ну и в конце конечно и вот пишет тоже ольга колес колесник в прошлом году еще скажите а какая температура в вашем подвале вот это из 17 листов и еще вот одна написала всего три вопроса по делу то есть люди заинтересовались как температура какие условия чтобы можно было самим повторить чтобы можно было так вот сделать остальные ну конечно пишут как здорово как красиво пишет вот два дня назад татьяна гилёва а со сколько соток это у меня как у всех 6 соток у меня ничего никаких огромных огородов нет сегодня же тоже прочитала один комментарий чтобы вот такой урожай там надо 10 работников но вы понимаете на 6 сотках 10 работников если будут работать особенно с такой фигурой как у меня но им будет тесно работаю пока одна пока справляюсь желаю всем здоровья желаю всем больше доброты чтобы не писать ответы как это можно сожрать чтобы писать комментарии а как нам получить столько же а куда девать и как потом сожрать поверьте вы найдете выход уж куда девать томаты спелые хорошие красивые каждый человек найдет применение столько съесть самим нереально ну все короче я больше не буду это читать и вот какая влажность подвале еще спрашивают я уже сказала что влажность я не знаю я не измеряю вот тоже наталья хижнякова день назад написала помидор конечно море а закаток и нет на полках а ведь столько вкусноты можно заготовить так много не съешь испортится и выбросите помидор все равно не картошка всю зиму хранится не будет а зачем за ними наблюдать перерабатывать надо но я хочу сказать наталья и всем заготовок мне хватает я делаю суповые заправки и соленые и консервированные храню свежие варю лечо варю кетчупы давлю томатный сок мы все наедаемся но все заправки стоят в другой комнате и откуда я сделаю заправку сколько я делаю заправок вам конечно не вы не видите и зачем писать такие комментарии что нет банок вы откуда знаете где у меня банки все до свидания конечно надо быть добрее нужно писать комментарии именно позитивные именно какие-то интересующиеся они о том вот а сколько у вас там баночек но это тоже интересно